Здравствуйте! В эфире программа «День города» с вами Анна Герцовская. Мои коллеги-репортеры телекомпании «Город» приготовили для вас новости нашего региона. Смотрите в этом выпуске. Цветущая Рязань. Почти полмиллиона цветов будут высажены в этом году в нашем городе. В честь Дня защиты детей. Сотрудники прокуратуры организовали концерт для пациентов ОДКБ. Сказочный юбилей. Восьмидесятилетие книги «Волшебник изумрудного города» воспитанники детской студии «Калибри» отметили выставкой иллюстрации к любимой книге. И спорт против никотина. Рязанские врачи провели футбольный матч в поддержку Дня отказа от табака. Все министры и руководители центральных органов власти должны незамедлительно выехать в районы и провести на месте личные приемы. И лично понять, что людей сегодня заботит. Это нужно сделать в течение июня. Заявил в правительстве губернатор Рязанской области Николай Любимов. По его словам, главный вопрос для всей области – ремонт и качество дорог. «Мы должны уделять внимание каждому человеку каждой просьбе». Это заявление губернатора на правительстве прозвучало как лозунг. Ну, или как выстрел из стартового пистолета, означающий начало предвыборной кампании. Понятно, что это сейчас своеобразная федеральная мантра. И звучит она из всех утюгов. Но ресурсно воплотить индивидуальный подход может сегодня только партия власти. И вовсе не удивительно, что идея с ремонтом крыши многоквартирного дома в Касимове пришла именно от нее. Жители 100-квартирного жилого дома в Касимове испытывают большие проблемы из-за аварийной крыши. Пятиэтажка, 1984 года постройки. Крыша этого дома имеет износ 90%. Повсеместно, естественно, течет. Квартиры жителей заливает. И эту проблему, конечно, надо решать и как можно быстрее. Сейчас не зима, строительный сезон открыт. Поэтому необходимо организовать и провести полноценные ремонтные работы на Кровле. С резонансом коммунальных проблем сегодня в один ряд может стать лишь тема излишней доверчивости граждан. Телефонные мошенники – настоящий бич Рязанской области. Ущерб от их разводов правоохранители уже исчисляют десятками миллионов. Следственным управлением УМВД России по Рязанской области расследуется сейчас 380 уголовных дел данной категории. Суммарный ущерб граждан с начала 2021 года составил около 40 миллионов рублей. Одна из самых распространенных схем – это когда мошенники звонят и представляются сотрудниками службы безопасности банка, силовых ведомств. Ну и, соответственно, выманивают реквизиты банковских карт и в дальнейшем снимают деньги со счетов людей. У этого ролика против мошенников в Ютьюбе на страничке «Рязань» у МВД уже тысяча просмотров. Надо больше. Николай Любимов попросил журналистов ретранслировать его как можно чаще. Максим Васильев, телекомпания «Город». Последний день весны для многих прошел под девизом отказа от курения. А рязанские врачи на личном примере показали, как можно весело и полезно проводить досуг. На территории ОКБ прошел футбольный матч между сотрудниками областной клинической больницы и БСМП. Посвящен он был как раз всемирному дня без табака. Группа поддержки. Арена на территории областной клинической больницы. Так проходит ежегодный традиционный матч между сотрудниками ОКБ и БСМП. Прохладная погода сыграла на руку футболистам и не распугала верных болельщиков. У нас в областной клинической больнице уже больше 20 лет существует футбольная команда. И так исторически сложилось, что и врачи других больниц, и не только врачи, и медбратья участвуют, играем в футбол. И каждый год мы проводим такой товарищеский матч, который посвященный Дню борьбы с курением. Эта проблема у нас есть, она существует, мы с ней активно боремся. И это всегда лишний повод увидеть друг друга, пообщаться в нерабочей обстановке и хорошо провести время. Ограничения по ковиду постепенно сходят на нет. Поэтому сейчас самое время заняться отказом от курения. Ведь в областной клинической больнице существует центр здоровья, в котором любому обратившемуся по медицинскому полюсу могут в этом помочь. Курение – это фактор риска очень многих сречесосудистых заболеваний. Ну и онкологических тоже заболеваний. Все это прекрасно знают, даже те, кто долго курит. Они бросают, потом опять начинают. То есть у них недостаточно мотивации. И вот когда человек уже настроен, тогда он действительно бросит и надолго. Но чаще всего их мотивирует страх, когда уже слишком поздно. Когда у них случается инфаркт, инсульты, да, они резко бросают и больше не возвращаются к этому. Кого-то все-таки что-то пугает, может быть, у знакомых что-то случается. Тогда они тоже начинают думать. Или у родственников. Вот тогда они начинают задумываться об этом. Все доктора, с которыми нам удалось пообщаться во время футбольного матча, подчеркнули, что в данный момент они не курят. Однако, какой бы этот поединок ни был товарищеский, футболисты боролись за победу и законный кубок. Матч очень упорный, равные соперники. Игра очень интересная. Играют такие, ну, сказать, ребят, которые умеют играть. Как сказал главный арбитр, это не чайники, это ребят, которые умеют играть в футбол. Ну, как-то одно время мы обыграли БСМП, потом БСМП обыгрывал нас. А сейчас в последнее время, ну, такие равные команды, да. Если кто-то выиграет, то в один мяч. Я считаю, что одинаковые команды. В этот раз футбольный матч завершился со счетом 2-1 в пользу областной клинической больницы. А доктора еще раз пожелали всем курящим постараться отказаться от пагубной привычки, а не курящим даже не начинать употребление вредоносного табака. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». 1 июня отмечается Международный день защиты детей. Сегодня на территории региона проводится множество мероприятий. Одно из них состоялось в областной детской клинической больнице. Там ребятам устроили практически цирковое представление. А тут так много зрителей! Представляешь, это же настоящее представление цирковое! Ого, точно, я по ним так соскучился! Такое представление разыгралось перед дверьми областной детской клинической больницы. По сюжету цирковая труппа уехала, а отставшие бродячие артисты попали на территорию медучреждения. Здесь они и решили порадовать детей яркими номерами. Мы хотим детей, пребывающих в больнице, поздравить таким способом. Подготовили для них артистов. Артисты выступят со сценкой такой развлекательной. И надеемся таким образом поднять им настроение. Мероприятие подготовили сотрудники прокуратуры Рязанской области. Сами нашли артистов, посмотрели сценку. И теперь смотрят ее вместе с юными зрителями и представителями Министерства здравоохранения. Мероприятие они организовали совместно. В этот большой праздник мы все равно думаем о том, что лето – это пора, к сожалению, повышенного травматизма у детей. И мы совместно работаем с нашими органами прокуратуры, со Следственным комитетом. Поэтому действительно такое нужно. Потому что наши дети – это самое дорогое все, что у нас есть, это будущее. Поэтому сохранить их жизнь, их здоровье – задача не только здравоохранения, но тем не менее правоохранительных органов. На территории больницы мероприятие с таким размахом, да еще и организованная прокуратура региона, проводится впервые. Но сотрудники медучреждения постоянно придумывают развлекательные акции для детей. Они реагируют на все мероприятия очень хорошо. Даже на подарку простых банальных воздушных шариков они всегда радуются. А находясь в условиях больницы, когда все очень, так сказать, ограничено, они болеют, испытывают боль. Поэтому любые праздники, любые подарки им в радость. Сейчас пространство между зрительным залом и выступающими ограничивают стены больницы. Но остается надеяться, что совсем скоро ребята выстроят и сами смогут прийти и насладиться номерами цирковой труппы в более подходящем для этого месте. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город. Рязанские школьники побывали в гостях у Росгвардии. Для них была организована целая экскурсия по территории учебно-тренировочного центра. Ребят познакомили с учебными точками, на которых ежедневно оттачивают свои навыки сотрудники спецподразделений. В преддверии Международного дня защиты детей учебно-тренировочный центр Росгвардии посетили 16-летний Максим и 8-летняя Александра. Ребята давно мечтали побывать там, где тренируются сотрудники Росгвардии и понаблюдать за работой спецназа. Я сегодня нахожусь на учебной базе спецназа. Мне давно было интересно попробовать оказаться на месте одного из спецназовцев и пройти учебную полосу или отработать некоторые элементы. В кинологическом городке сотрудник ОМОН продемонстрировал, как служебная собака выполняет команды и преодолевает полосу препятствий. Школьники узнали, как кинологи готовят своих четвероногих напарников к обследованию взрывоопасных предметов. Затем юные рязанцы познакомились с высотной подготовкой сотрудников Росгвардии. Под руководством высотников ОМОН и соблюдением всех мер безопасности ребята спустились по веревке с высотного здания. Следующим этапом стало прохождение отдельных элементов огненно-штурмовой полосы. Я сегодня отработал спуск с высотного здания, прошел полосу препятствий и отработал сборку-разборку пистолета. В завершении юных гостей познакомились с вооружением спецназа Росгвардии. В помещении Тира школьники потренировались в сборке-разборке пистолета. Олеся Котровская, телекомпания «Город». Этим летом на городских клумбах будут высажены 400 тысяч цветов. Среди них бархатцы, колиус, цинии и георгины. Работы по традиционному цветочному оформлению в городе продолжаются. Цветочный ковер – так называется новая клумба, на которой сегодня высаживают цветы на московском шоссе. Теперь горожане увидят на ней однолетники – петунии, колиусы и резиния. Также на завтра планируется посадка ценерарии колиуса желтого. Сегодня также производились посадки на Рязани 2-й. Там высаживалась петуния трех цветов. Это белая, красная и фиолетовая. Кроме этого, специалисты дирекции благоустройства высадили цветы на площади Свободы. Чуть позже здесь будет высажен амарант. Также с сегодняшнего дня началась установка клумбы, которую выбрали на народном голосовании. Это клумба «Цветочный мостик». Она будет расположена на Вишневом саду. В настоящий момент там идет окос территории и установка самого моста. В дальнейшем туда будет привезена земля и высажены цветы. После высадки цветов специалисты дирекции благоустройства города будут ухаживать за клумбами. Регулярно проводить полив, прополку и при необходимости обрабатывать растения от вредителей и болезней. Чтобы цветы радовали гостей и жителей Рязани. Алиса Котровская, Станислав Кудряшов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Кому нужны книжки без картинок? Так говорила Алиса в «Стране чудес». И так думают почти все дети на свете. Художники тоже сказочники. Только писатели рассказывают сказки словами, а художники – рисунками. Юные воспитанники студии «Калибри» попробовали себя в роли книжных иллюстраторов. Что из этого вышло, можно увидеть в холле библиотеки имени Горького. Нарисованная сказка – проводник между слышимым и видимым миром. Попробуйте убрать рисунки из книги, и вы увидите, как сказка высохнет и сожмется. Не случайно даже взрослые любят книжки с картинками. Художник-иллюстратор, особенно современный, наверное, это тот художник, для кого вообще нет никаких ограничений. Вообще просто. Иллюстрацию можно рисовать чем угодно – карандашом, песком, пластилином, красками, фломастерами, чем угодно. Вот мы постарались, чтобы дети представить все разные всевозможные техники. Студия «Калибри» известна своей разноплановостью. И в этом году вместе с юными художниками преподаватели постигали довольно молодую профессию – профессию художника-иллюстратора. То, что вы рисуете, то, что вы занимаетесь настоящим творчеством, отрываетесь по полной, как говорится. При этом не забывайте о школе, о академическом рисунке. Но у Людмилы Пронганной особая масть, как говорится, особая статья. Ее студия всегда выделялась каким-то мощнейшим выплеском таких эмоциональных работ, чувственных работ. И в сочетании это дает очень сильное будущее. Мы внимательно смотрим за вами. И те, кто захотят стать посерьезными художниками, мы не пропустим, я надеюсь, вас, ребята. Для иллюстратора нет творческих ограничений. Можно рисовать в разных техниках, пользоваться необычными художественными материалами и даже быть немного соавтором писателя, внося свое видение и интерпретацию сюжета. Это жук-ковбой. Он был сделан с натуры, но потом он превратился в мультяшного жучка, к которому я привязалась и хочу шесть игрушку. Это батик, роспись по шелку. Я знакома пять лет с ним. С самого начала моего начала искусства я познакомилась с этой техникой. Мне она очень нравится. В центре внимания юных иллюстраторов в этом году была книга Александра Волкова «Волшебник изумрудного города». Вся выставка посвящена 80-летию этой прекрасной сказки. Читали ее мы, читают наши дети уже, внуки, наши мамы читали. Поэтому четыре поколения любимой книги. Мы были иллюстраторами. Иллюстрировали не только эту книгу. Мы иллюстрировали еще несколько других книг, но это у нас как бы во главе экспозиции «Волшебник изумрудного города». На выставке, посвященной 80-летию книги, будут представлены иллюстрации не только к волшебнику изумрудного города, но и к другим детским стихам, сказкам и даже книгам-картинкам собственного сочинения. Возраст художников от 4 до 11 лет. Дополнят экспозицию плакаты, летринги, керамика и инсталляции. Их авторство принадлежит ребятам чуть постарше. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Это все новости на данный момент. Более подробно о событиях нашего региона вы можете узнать на сайте город62.tv. Я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова